Мои прекрасные зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня видео для всех любителей стритстайла. Стритстайла сегодня будет много. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но я потому так и похудела. Ты всегда была худее, чем я. Да? Я в основном делаю рестораны. Ну, молодец, да. Иллиска, вот она сладкая и Иллиска, спать хочет. Такой раздал уже, да. Ну, можно повторить. Ну, давай, снимай меня за работой. Яна работает. Яна работает. Все снимает. Подолан красивый. Яна постричкала. Чао, Мелисса. Да? Чао, Мелисса. Чао, тяо, тяо. Чао, тяо. Мелисса. Чао, тяо. Чао, тяо. Чао, тяо. Чао, тяо. Чао, тяо. Субтитры создавал DimaTorzok Такой интересный момент, сейчас был парень темнокожий, шел, оглядывался, кого же я снимаю Вообще я поняла, что если я снимаю итальянцев, у них не возникает вопросов, что я делаю, почему итальянцы очень привыкли к туристам Туристы всегда что-то снимают за их спиной, на фоне их и так далее А вот темнокожие парни несколько раз ко мне подходили, спрашивали, что это я их снимала Хотя я даже в момент съемки, я потому что веду своего стритстайлера, мне нужно, чтобы фокус не терялся Я даже не вижу, кто еще попадает в кадр Так вот, они подходили ко мне и достаточно агрессивно говорили, просили показать фотографии, что я там наснимала и так далее Прямо-таки до моего предложения вызвать полицию и, в общем-то, на глазах у полиции разобраться, что и как я снимала и так далее Вот иногда ведут себя очень и очень агрессивно именно представители, скажем так, не Италии И рассказывала я уже случаи, как в кадр попал парень, который собирал подписи Когда ты ставишь подпись, у тебя начинают просить еще 1, 2, 3, 5 евро на поддержку того, в силу чего ты подписался Хотя изначально предлагается поставить подпись, допустим, за планету без пластики А потом начинается, что для планеты без пластики недостаточно твоей подписи, нужно еще несколько евро И вот не все делают это легально, не все это делают с разрешения, которое нужно получать И когда они попадают в кадр, они очень сильно нервничают, я вообще стараюсь их не снимать, потому что они ведут себя агрессивно И подобный случай, кстати, помимо пады у меня произошел и в Езолов А двое сборщиков подписей остановили очень классно одетых парней Снимала-то я парней, только потом поняла, что, в общем-то, в кадр попали те, кто собирал подписи и не только А сейчас я покажу вам стритстайлер, за которой я бежала Я увидела издалека синьору, как вы видите, она очень быстро, очень целестремленно идет Именно поэтому мне всегда нужна удобная обувь И, в общем-то, да, я ускорилась, потому что она мне очень понравилась Это синьора элегантного возраста, она очень красиво одета, у нее потрясающая фигура У нее компоновка все, как я люблю Черный верх обтягивающий и контрастный желтый Низ, и, кстати, пока я за ней бежала, я еще очень много людей красиво одетых встретила И в итоге, о, спасибо рынку, она остановилась на каких-то развалах Я смогла ее догнать И даже никак не удавалось мне заснять ее очень красивую юбку В итоге я ее побеспокоила и попросила мне попозировать Посмотрите, как красиво сделана юбка Она, кстати, не завязывается, она таким образом сшита У меня такое впечатление, что у этой синьоры есть свой инстаграм Посмотрите, как она профессионально позирует Она одета прекрасно, вот мне нравится Я хочу так выглядеть, когда войду в свой элегантный возраст Кстати, обратите внимание, у синьоры были круглоносые балетки Вы знаете, чем больше я на них смотрю, тем больше они мне нравятся Хотя я сама очень долго принимала круглоносые балетки Они мне казались на самом деле тапочками Ну что ж, я поняла, что сегодня мне стоило, наверное, так к рынку подойти На рынки снимать Вот действительно, подаванки очень любят рынки Одна моя зрительница, которая, по всей видимости, живет в Паду И сказала мне, что нужно приезжать в определенный день Очень-очень рано, чтобы найти классные вещи, даже фирменные Но для меня это невозможно Потому что, если я не ошибаюсь, этот день был суббота Я в семье в субботу И хочу показать вам вот такой красивый образ Девушка с широкими брюками Рубашка самая обычная Она, кстати, рубашку будет себе выбирать И купит потом рубашку Черный пояс и черная обувь То есть это замкнутый образ И черная кросс-бодибэк Все очень красиво, очень грамотно Не знаю, интуитивно многие составляют свои образы Либо действительно пришли к определенным правилам компоновки Потому что, когда ты эти правила представляешь себе Ты у кого-то их услышал, сам к ним пришел И тогда становится одеваться красиво Вот действительно очень-очень просто Сегодня я зашла в офис Который занимается проездными билетами И, к моему удивлению, проездной билет Егору на месяц будет стоить 55,70 На 10 учебных месяцев это будет 550 евро Это даже больше, чем я предполагала И это только на передвижение из нашего города до Падуи Если мы хотим, чтобы наш ребенок передвигался еще в Падуи И использовал общественный транспорт Проездной билет будет стоить еще больше Примерно на 15 евро будет стоить проездной билет дороже Если брать его на все виды транспорта И спросила я А вы как-то скорректировали цены на проездные билеты Относительно того факта, что дети практически полмесяца остаются дома? Нет, цены не были скорректированы Ну что ж, очень многим понравились мои кольца Я обязательно запишу видео Сейчас сделаю такую загадку, видеозарисовку Как вы считаете? На мне дорогие кольца? На мне кольца золото, серебро, либо это бижутерия? В ближайшем видео я расскажу про свои кольца Мне кажется, это будет интересно для очень многих видео Даже для тех, кто не собирается таким образом кольца носить И увидимся очень скоро На сегодня это все Это была Яна Скворцова Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok